Памятный знак, сделанный из натурального камня, хоть и современными инструментами, но под старину. Рядом колодец. Сверху видна новая кладка, а внизу тот же камень, что и был изначально. Сколько лет этому колодцу старожилы сказать затрудняются, но, судя по историям, которые передаются из уст в уста, он был здесь всегда. Александра Статникова помнит, как из колодца брали воду, потом стали появляться электрические скважины, и он постепенно начал приходить в запустение. До тех пор, пока неравнодушные станичники не решили восстановить источник. Я очень рада, потому что мы знаем, что это за колодец. Это не просто колодец, это счастье, это радость, это для всех нас, которое священное место. Этому колодцу надо молиться, только этот колодец и поил и животных, и людей. День основания станицы принято отмечать в церковный праздник Благовещения. В здешнем православном приходе рассказывают, что 180 лет назад около 25 казачьих семей остановились здесь, чтобы заночевать, а утром, как раз на Благовещении, на этом самом месте забил ключ. Если так, то, по словам краеведов, это было действительно чудо. Питьевую воду здесь добыть не так просто. Вокруг нас лиманы и соленая вода, и горько-соленое море, а вода – это колодец. Поэтому за колодцы шла всегда, в том числе, и сражение и с черкесами, и с турками. Потому что от колодца зависела жизнь станицы, жизнь маленького укрепления, скажем, Джаметте и так далее. Поэтому вот станицы Благовещенской и считать, и нужно считать, и чтить нужно вот это место, потому что отсюда пошла, в принципе, сама станица. Старые улицы подходили и выходили сюда. Старожилы рассказывают, что колодец оставался своеобразным центром притяжения даже после того, как им перестали пользоваться. Здесь устраивали посиделки и назначали свидания. Юрий Александров работал водолазом-спасателем и с начала 2000-х годов вместе с единомышленниками пытался очистить колодец. Захотелось попить хорошей настоящей воды. Честно, я на Кавказ ездил, туда, в Прильбрусе, ну там минеральные воды, не то. Хотелось попить чистой воды настоящей. Начали чистить. И все, вручную просто под воду нырял, вытаскивал сколько мог, ну и выкидывали в сторону. И через некоторое время эти камни все вернулись обратно. И так было семь раз. Теперь энтузиастам помогают местные священник и депутат в планах продолжить обустройство колодца, провести на поверхность трубу непосредственно из родника и установить кран. Глубина колодца около двух метров. Ближе к поверхности воды нет. В самой станице бурят скважины в 10 раз глубже. Все насосы работают на электричестве, которое иногда пропадает. Поэтому, говорят местные жители, с колодцем оно как-то надежнее.